Добрый вечер, добрый день, с вами Геймфон, и сегодня мы будем обозревать... Обозревать, блядь... Добрый вечер, добрый день, с вами Геймфон, и сегодня мы будем разбирать очень тотально смерть Декодии на 98% блудласти. Берите печенюшечки, садитесь за стол, кушайте. Приятного вам просмотра. Поехали. Блядь... В первую очередь, хочу обратить внимание на пульс Декодии, как в самом начале прохождения, так и в самом конце. И именно под нагрузкой стресса Декодии слился на самых последних трёх шипах. В самом конце, после смерти на тех самых трёх шипах, пульс Декодии вообще подскочил до 150, что свойственно синусовой тахикардии, кучение пульса до 150 ударов в минуту. Вот причины данной аритмии. Каждую из них мы разберём по подробности, а потом определим, из-за чего же всё-таки Декодии слился на 98%. Сердечная недостаточность представляет собой синдром, возникающий из-за ухудшения насосной функции сердца, что приводит к его неспособности обеспечить нормальное кровоснабжение всего организма. Происходит нарушение циркуляции питательных веществ кислорода, возникает застой крови. В данный момент это очень возможный вариант, потому что даже когда Декодий просто запустил сам начальный стрим, у него уже был пульс 90, значит проблемы с сердцем могут присутствовать. Но мы также рассмотрим другие причины данного следствия. Переходим к следующей. Проблемы со щитовидной железой. Возможно утомляемость, усталость, слабость, резкие колебания в весе, сухая кожа, ломкость ногтей, выпадание волос. Нарушение... Мышечные боли, судороги, проблемы с желудком, высокий уровень холестерина в крови. У Декодиев правда возможен высокий уровень холестерина в крови с таким-то пульсом. Утомляемость, усталость, слабость лишь придают этому новый уровень. Думаю, к следующим возможным причинам повышения пульса затрагиваться не стоит, потому что в них смысла нету. Поэтому подумаем пока что над тем, что имеем. Проблемы с сердцем Декодиев вполне возможны. Запуск в самом начале стрима и пульс уже 90. Это говорит о болях сердца у Декоди. А в этом, в свою очередь, виновата переуптомляемость. Поэтому Декоди нужно просто отдохнуть 2 или 3 денька, и тогда она точно сможет пройти в луфаст. Я надеюсь на лучшее. Декоди, если ты даже это смотришь, то это немножечко кринжанутый обзорчик. Я тут немножечко наляпала фигни, поэтому сорян. Спасибо всем за просмотр. Декоди, желаю тебе пройти блудлаз на 100 и 1%. Удачи тебе. И удачи всем тем, кто смотрит это видео. До свидули. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...